На канале Россия Вести Ульяновск в студии Артем Петров. Здравствуйте, мы начинаем. Четвертая поликлиника отметила юбилей. Самому загруженному медучреждению областного центра исполнилось 60. Благодаря соцконтракту реабилитация маломобильных граждан на дому становится доступнее. Расскажем о направлении, которое в Ульяновской области востребовано и нуждается в развитии. А Игорь Кранцев побывал на уроке трудового обучения. Уже скоро. Репортаж из сотового лицея. До 1 апреля в Ульяновской области заключат контракты на строительство и ремонт объектов водоснабжения. Как пояснили в профильном ведомстве, обозначенные сроки позволят подрядным организациям приступить к ремонтной кампании сразу после наступления благоприятных погодных условий. В бюджете текущего года на реализацию областной программы «Чистая вода» предусмотрено 370 миллионов рублей. Большую часть средств направят на завершение ремонта водопроводных сетей в пяти селах области, а также проектирование, реконструкция очистных сооружений, канализации в Ульяновске. Власти рекомендуют муниципальным образованием информировать население о реализации программы и обеспечить комиссионный контроль за ходом выполнения работ с участием представителей общественности. В полном объеме строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения должны завершить до 1 декабря 2023 года. К другим темам. Снежных осадков не было давно, но Министерство транспорта продолжает работать в полную силу. Для порядка на дорогах организован круглосуточный мониторинг. Ежедневно на расчистку трасс от снега направляют больше 100 единиц спецтехники. Например, в селе Полдомасово ликвидировали 40 кубов сугробов на путепроводе через Вьягу. Это было сделано, чтобы расширить проезд по мосту. Дорожный рабочий убирает вручную снег с тротуара, перекладывает его на проезжую часть и очищает борт камень от снега. Потом в следующей операции проходит автогрейдер, собирает его в единый вал, отодвигая его от борт камня. Следующая операция происходит с загрузкой в автосамосвал трактором снега и вывоз снега. На дорогах ведут борьбу с гололедом, скользкие участки посыпают смесью из песка и соли. Помочь профильному министерству может каждый житель региона. Сообщить о проблемных участках областных дорог можно по телефону горячей линии. Номер работает круглосуточно. ЛДПР предлагает создать единую свободную экономическую зону в новых регионах России. Одна из главных проблем освобожденных территорий – тяжелая экономическая ситуация, отметил Леонид Слуцкий. За последние годы, как в результате изоляции со стороны Украины, так и в результате боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине, серьезно пострадали и частный бизнес, и госпредприятия, подчеркнул политик. Говоря о новых территориях, я напомню о нашей инициативе форсированного продвижения проекта федерального закона о создании свободной экономической зоны. Там действительно должны быть созданы все условия для восстановления объектов инфраструктуры и их дальнейшего развития. Это новые предприятия, новые проекты, минимум надзорных органов. В общем, все то, что свойственно свободной экономической зоне. С этой инициативой ЛДПР выступит самое ближайшее время, и об этом будет разговор с председателем правительства страны, заявил лидер ЛДПР. Инициатива ЛДПР в случае ее реализации существенно облегчит восстановление экономики в четырех новых регионах России, добавил Леонид Слуцкий. А в перспективе может даже превратить их в форвардов экономического развития всей страны. В Ульяновске в течение года обследует все дома для детей-сирот. Такое поручение озвучил глава региона на заседании штаба в правительстве. Примеров некачественного строительства в области достаточно. В Павловке, Радищевском, Меликесском районах и в Димитровграде. Вначале о культуре. Алексей Русских, сославшись на публикацию в СМИ, поинтересовался, почему симфонический оркестр репетирует в холодном зале Ленинского мемориала, где начинается ремонт. Профильный министр тут же отвечает, что музыканты временно переезжают в другое помещение. Увы, с домом для сирот в Цельнинском районе проблему так быстро не решить. Вопросы с некачественным строительством губернатор призвал решить раз и навсегда. Такой же чудо-дом в Сингилее. Во всем доме заполнено меньше третьей квартиры. Для чего спрашивается регион, тратил эти деньги? Чтобы проработать, обеспечить нерадимых подрядчиков, необходимо в дальнейшем учитывать мнение самих детей-сирот, где они хотят проживать. С проживанием ученых-атомщиков все прозрачнее. С появлением в НИАР нового реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде потребуются специалисты. Росатом готов заняться строительством жилья для работников. Его планируют сдать не в 2027, а на год раньше. Но без выполнения регионам своих обязательств не обойтись. На что и обратил внимание глава области. Ну а 3 февраля пойдет разговор о международном сотрудничестве. В Ульяновске ждут представительную делегацию из Белоруссии. Белорусские партнеры видят в нашей области для себя большой потенциал. Мы тоже видим потенциал, у нас с ними идет работа. Сотрудничество с Белоруссией и еще некоторыми странами, а также работа с другими российскими регионами в приоритете для области. Потенциальные соглашения с новыми партнерами почти на миллиард рублей. А потому важно использовать промышленный потенциал региона. Все предприятия практически наши, российские, вышли на производственные мощности в полном объеме. Где-то даже работают в три смены. И поэтому в следующем году, конечно же, мы столкнемся с глобальной недостаткой трудовых ресурсов. Поэтому здесь наше направление, прежде всего, будет молодежная политика. Нам необходимо удерживать молодежь, стимулировать. Через месяц на центральном стадионе труд ждут матч Кубка страны, в котором «Волга» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Арену уже начали готовить к игре. Но при этом у спортивной отрасли остаются и другие задачи. Сдача строящегося футбольного манежа на Шолмова по-прежнему в планах на этот год. Вторая крупная стройка – это модернизация дворца боевых искусств, который у нас находится в Александровском парке. Там тоже работы на сегодняшний день идут согласно графику. Следующий крупный обед, который мы будем открывать тоже в этом году, скорее всего, это будет июнь месяц, это дворец борьбы. Из задач краткосрочных – День студента. Он уже 25 января. Будет подписание соглашения в Ульяновском техникуме экономики и право по открытию студенческого клуба Российского союза молодежи. В педагогическом университете будет проходить региональный конкурс вокалистов. Праздничные программы готовят не только вузы, но и учреждения культуры и спорта. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Ульяновская городская поликлиника номер 4 отметила 60-летие. Сегодня это медучреждение считается самым загруженным в областном центре. На счету поликлиники 140 тысяч пациентов Засвияжского района врачи оказывают помощь в 11 отдельных подразделениях. Крупная разветвленная структура включает в себя лечебную и диагностическую базу, в ней же мощный лабораторный комплекс. Здесь целый кластер для оказания первичной медико-санитарной помощи населению. Мы максимально стараемся разгрузить и внедряем новую систему записи к врачу. Ввели прием дежурного врача, когда человеку надо сегодня приняться, но он заранее не записан, чтобы разгрузить поликлинику и ликвидировать очереди у регистратуры. Поликлиника преобразилась за последние годы. По программе о модернизации первичного звена капитально отремонтирован первый и второй этажи, а третий начнут в этом году. Параллельно закупается и новое оборудование. И флюорограф мы приобрели, и мемографический цифровой аппарат, ультразвуковые установки. То есть развитие идет постоянно. Также у нас идет активно кадровая работа. У нас много и сотрудников с большим стажем работы, но также много приходит и молодых специалистов. Только в прошлом году свой медицинский путь. В стенах 4-й городской поликлиники начали 24 молодых специалиста. Для них введены дополнительные меры социальной поддержки. При трудоустройстве они получают единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Отмечу, что к 2025 году развивающийся район получит еще одно подразделение поликлиники. Оно разместится на улице Шигаева. Реабилитация маломобильных граждан на дому и по индивидуальной программе. Направление, которое в Ульяновской области очень упостребовано и нуждается в развитии. Именно поэтому через социальный контракт была поддержана инициатива создания Центра адаптивной физической культуры. Тему продолжит Дмитрий Емельянов. Алексей Салихов, инструктор-методист. Восстановлением двигательных функций занимается много лет. Сначала это была лечебная физкультура в медстационарах, затем в фитнес-зале. Из практического опыта он понял, что реабилитация инвалидов требует индивидуального подхода. Это касается и подбора физических упражнений и места их проведения. Маломобильные категории граждан и выгоднее и удобнее заниматься дома. Сгибаем, разгибаем. Вот, хорошо. Ну, вообще здорово начал работать. Старайтесь корпусом не помогать, только ногу сгибаем, разгибаем. Василий Федорович Климен, в прошлом директор по эксплуатации ТЭЦ. Всю свою трудовую вахту был в постоянном движении. Слег после операции на позвоночник. Сейчас в процессе восстановления. Будем на днях вставать и ходить, научиться. Тех, кто передвигается на своих ногах, Алексей приглашает в тренажерный зал. Здесь нагрузки посерьезнее, но и прогресс заметнее. Инструктор-реабилитолог называет занятие корректировкой нарушенной двигательной функции. А если простыми словами, то Влад еще месяц назад предпочитал проводить больше времени за компьютером. Теперь у него не геймерские стремления и новые рекорды. Если сравнивать с компьютерными играми, то есть тут уровень, который ты желаешь достичь? Да. Какой? Стать сильнее и не останавливаться. Единого центра двигательной реабилитации и здравительного фитнеса сейчас в Ульяновске не существует. Алексей Салихов проводит занятия в разных районах города, где арендует залы. В планах заиметь собственное помещение, на это и направлен соцконтракт. Мы не занимаемся медицинским воздействием, то есть мы не лечим. Мы именно... Упор нашей работы сводится к восстановлению двигательной функции нарушенной. То есть средствами адаптивной физической культуры, средствами даже спортивной тренировки. Именно занятия в спортивном зале помогли окрепнуть мышцам Влада. Парню и его родителям нравится и то, что процесс реабилитации проходит не в больничном стационаре, а рядом с качающими бицепсы мужчинами. Равновесие появилось. Стал чувствовать свои стопы. Даже дома стал подвижнее. Больше ходить. И как бы, ну, ему это нравится. И на занятии он едет прям с положительным таким настроением. Ярко выраженной положительной динамики удается добиться в большинстве случаев. И этот материал не носит рекламный характер. Клиентов у Алексея Исалихова больше, чем свободного времени. Главная цель – помощь в создании Центра двигательной реабилитации. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. 80 детей прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса только за последние два месяца. Восстановительные процедуры проходят в отделении реабилитации детской областной больницы. Раньше там помогали ребятам с онко-гематологией, сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Об особенностях лечения. Элла Шахова. Три, опускаем четыре. Семен Бесагунов поправляет здоровье в отделении медицинской реабилитации детской больницы не первый раз. Он и вся его семья тяжело переболели ковидом. Тяжело дышал, очень постоянно дышка. Была очень часто, ну, кашель остаточная, не могли никак долго вылечить. Заметили результат просто сразу после первого лечения. Нам делали лазер, массаж, галлокамеру. Вот ЛФК, дыхательный гимнастик прямо у ребенка сразу улучшилось. Заметно стало то, что он меньше, реже стал болеть. За последние полтора года в отделении помощь получили более 250 юных ульяновцев. Здесь они проходят курс лечебной физкультуры, массажа. Есть и водолечение в вихревых ваннах, а также широкий спектр физиотерапевтических процедур, лазеротерапия, свето- и электролечение. А только быстро? Быстро. Здесь быстро, не больно, головку подними. Ну и все, так мы держим две минутки. Ребята проходят реабилитацию в галлокамере. Это соляная пещера, а также в сухой углекислой ванне. Это очень хорошая процедура, которая снимает спазм гладкой мускулатуры и улучшает кровоснабжение всего организма. Это специальная такая камера, туда усаживается ребенок, через устья кожи идет насыщение сухой углекислоты, и идет как бы воздействие, снимается спазм, и улучшается кровоснабжение органов и тканей. Как раз таки вот очень хорошо воздействует на легкие. Стационария областной детской больницы также оказывает реабилитационную помощь детям, перенесшим ковид. Лечение в целом схоже с заложским отделением. Здесь, правда, нет сухой углекислой ванны, зато есть кислородная барокамера, с помощью которой организм пациента обогащается кислородом. Это дает устранение тех метаболических нарушений, того кислородного голодания, которое ребенок испытывал, когда переносил новую коронавирусную инфекцию с поражением легочной системы. Направить на реабилитацию может педиатр или профильные специалисты лечебного заведения, к которому относится ваш ребенок. Записаться могут и сами родители, чьим детям рекомендовано лечение или обследование областной больницы. Елышахова, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. 2023 в России объявлен годом педагога и наставника Министерства просвещения и воспитания региона решила каждый месяц посвящать учителям различных предметов и уровням образования. Так в январе чествуют преподаватели профессиональных образовательных организаций и учителей технологии. Мой коллега Игорь Кранцев побывал на уроке трудового обучения в сотом лице. Это раньше на уроках труда девочки готовили, а мальчики работали в мастерских. На современных занятиях кулинарное искусство осваивает и представители сильной половины человечества. Хотя педагог считает, что и привычные для мужчин занятия мальчишкам тоже необходимы. Но и от готовки не уйти. Никита, например, пытается справиться с морковкой. Если честно, сейчас я еще в жизни ни разу не чистил морковь, но только нарезал. Никита справится, уверены и педагог, и одноклассники. Тем более, что опыта в кулинарных делах некоторым одноклассницам не занимать. Вообще я очень люблю готовить, мне нравится. Я даже ходила на курсы по приготовлению разных десертов. Мы готовим салат. Состоит из огурцов, укропа, капусты и подсолнечного масла. Готовится он легко, может приготовить каждый. Группа Амины занимается салатом. Никита с морковью в той части класса, что варит суп. Остальные готовят второе блюдо. Обязанности распределяли жребием. В общем, восьмой класс общими усилиями приготовит полноценный обед, что в жизни обязательно пригодится. Чаще одна сделала, потому что иногда хочу есть, а другого нет. Но суп, мне кажется, очень легкое блюдо, поэтому, мне кажется, мы справимся. По словам педагога, готовить с этими ребятами начинали еще несколько лет назад. Благо сотый лицей располагает современной кухней. Подобное, увы, есть не во всех учебных заведениях. Процесс готовки не всегда ограничивается теми блюдами, что есть в программе. Однажды ученики сами научили своего опытного педагога новому рецепту. В том классе есть тема блюда из рыбы или морепродуктов. Рыбу у нас дети плохо едят. Почему-то мы не приучаем к этому. И я им дала на вывод, «Хорошо, давайте готовим то, что вы хотите». Я не суши, суши. Я сначала так не пугалась. Я говорю, я суши только ела, никогда не готовила. Юлия Александровна, там не сложно. Мы все расскажем вам. За этот урок, пожалуй, все заслужили отличные оценки. В феврале же год педагога и наставника продолжат акции, посвященные учителям родного языка и литературы. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Это Вести, Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. Чтить историю и уважать современную Россию в стенах Дворца творчества детей и молодежи прошел открытый урок мужества, приуроченный к 80-летию со дня основания Ульяновской области. В зале собрались руководители города, представители областных структур, общественники, члены патриотических клубов и молодежных движений. Край наш всегда верой и правдой служил Отечеству и Государю. И во времена восстания Пугачева, во времена Отечественной войны 1812 года, во времена Великой Отечественной войны, сегодня здесь представители образования, социальной сферы в целом, которую воспитывает патриотизм у молодежи. Общественникам, принимавшим активное участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, а также тем, кто ведет военно-патриотическую работу с подрастающим поколением, вручили почетные грамоты. Власти отметили, необходимо продолжать работу с подростками, рассказывать им о славных страницах истории нашей страны. Искренне рад, что Ульяновск, который вносит почетное звание «Город трудовой доблести», как и во времена Великой Отечественной войны, вносит огромный вклад в победу. Регулярная гуманитарная помощь, которую оказывают ульяновцы, показатель нашего единства. Творческие коллективы Ульяновска порадовали собравшихся исполнением стихов и песен на патриотическую тематику. Первые шаги в техническом творчестве в Ульяновске определили финалистов исследовательского конкурса. Его участниками стали дети младшего и среднего возраста из 10 муниципалитетов региона. Ребята презентовали жюри свои исследования в одной из пяти областей о территории машиностроения до технического моделирования. На конференции участвуют ребята, которые прошли заочный этап. В этом году на конкурс прислали более 60 участников у нас. На конференции участвуют 48 проектов, представляют ребята. Работают по трем площадкам сегодня. Работы детей оценивали кандидаты наук и профессионалы, специалисты представленных номинаций. Столь высокое внимание конкурса объясняется его главной задачей выявить одаренных детей. Например, Денис Ибетов предложил решение по поиску поломок на железной дороге ультразвуковой дефектоскоп «Спутник». С помощью ультразвукового дефектоскопа он ищет скрытые поломки на железной дороге. С помощью видеокамеры он видит, видимые нашими глазами, поломки. Что просто, локомотив, который едет, едет просто. И на нем уже все установлено. Оба варианта. В каждой номинации были определены три победителя, а лучшие из них рекомендованы от региона к участию во всероссийском конкурсе «Первые шаги в науке», который пройдет в апреле этого года в столице России. Концерт духовной музыки прошел в Ульяновске. Своим творчеством жители города порадовали смешанный хор кафедрального спаса Вознесенского собора и архиерейский детский хор «Радость». Зрителям не только рассказали о духовной музыке, но и представили народное творчество. Мы упорно занимались. Каждое воскресенье приходили на хор. Много раз репетировали. Вот сейчас будем выступать. Все подготовлено. В исполнении хора в этот вечер прозвучали произведения Павла Чеснокова, Якова Чмелева, Александра Гречанинова и Дмитрия Бортянского. В концертную программу вошли также русские народные песни. Хор исполнил величание святому покровителя города Блаженному Андрею Симбирскому. Русь русская, красуйся и векой. Участников детского хора, а также их наставников поблагодарил митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин. Музей в тишине. В Ульяновске открылась выставка, где посетители могут получить навыки общения на жестовом языке. Экспозиция посвящена глухим и слабослышащим людям, а также их миру. Цель – помочь людям понять, что все люди разные, но в то же время равные. Интерактивный музей предлагает в прямом смысле погрузиться в мир без звуков и осознать, как живут люди с особенностями восприятия мира. Проект уже побывал в Москве, Екатеринбурге, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. Люди слабослышащие и глухие являются нашими носителями тишины, проводниками в мир тишины, являются нашими сотрудниками. И хочу отдельно обратить внимание, что в каждом регионе мы берем сотрудников непосредственно из этого города. Глухота – это такая нозология, которая не видна, и обычно про нее все забывают. А мы рассказываем, что это просто иностранцы, которые говорят на другом языке. Посетителям не только расскажут о знаменитых людях с проблемами со слухом. Это и Бетховен, и Циолковский, и Черчилль, и Александр Македонский. Но и предложат понять людей, говорящих на языке жестов. Каждый гость наденет наушники и попробует говорить руками и слышать глазами. Посетители обычно говорят, как здорово, что я слышу, потому что в обычной жизни мы вообще думаем, например, нас все время злит будильник, вот мы его ненавидим. А с другой стороны можно подумать, как здорово, что мы слышим и можем проснуться с утра. Они все это могут сделать, услышать будильник. А другие посетители выходят и говорят, вау, как легко, какой мир яркий. Музей в тишине при поддержке музея-заповедника Родина Ленина разместился в стенах детского музейного центра на Льва Толстого. Молодежь сможет посетить выставку, используя пушкинскую карту. Экспозиции пробудет в Ульяновске до 9 марта. Битбокс под аккомпанемент балалайки и домры. Такого Ульяновск еще не видел. Сегодня Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов выступит с уникальным солистом Иваном Трауре. Артисты предлагают по-новому взглянуть на давно знакомую музыку, популярные классикой народные темы в современной обработке. Тоже с хитами Майкла Джексона и группы Рамштайн. Это определенная атмосфера. Есть группа людей, у которых есть инструменты и которые делают музыку. И неважно в каком жанре, в каком стиле, на каких инструментах это абсолютно неважно. Главное это общая синергия вот именно тех людей, которые находятся на сцене. Это могут быть гитары, это могут быть перкуссии, это могут быть духовые инструменты, это филармония, все что угодно. То есть все равно это все музыка. Скрип двери, хлоп петарды и даже вой сирены на сцене все эти звуки издает сам солист. Это и есть битбокс. Особенный и невероятно популярный жанр на грани музыки и спорта для России необычный и экзотичный. Битбоксер имитирует разные звуки и создает композицию используя только голос и руки. Специально для этой программы Артем Белов написал композицию «Сумасшедший битбокс». Концерт состоится сегодня в 18.30 во Дворце Дружбы Народов Губернаторский. Речь Речь является важным аспектом в развитии ребенка и поэтому многие родители волнуются по поводу развития речи у своих детей. Нормы речевого развития какие они что и во сколько ребенок должен уметь говорить именно об этом пойдет речь сегодня в программе «За обедом». Ровно в 12.00 смотрите проект на нашем ютуб-канале и в соцсетях на страницах ГТРК «Волга». Гость стрима основательница логопедического центра Академии речи логопед-дефектолог Наталья Шутова. Вопросы можно задавать во время прямого эфира. Ну а на это час у нас «Евестия». Спасибо, что были с нами. Увидимся. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление будет падать. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области от 2 до 7 градусов мороза. В Ульяновске минус 3, минус 5. долом. ИНТРИГУЮЩерная Субтитры подогнал «Симон»